На смотриный новый Орел пошел не слишком окрыленным. Блиц, знакомство команды с новым тренером проходило за закрытыми дверями. Мы общались две минуты, пока никакие впечатления. Сейчас в работе все будет ясно. Перед первой тренировкой Евгения Барзыкина ждала импровизированной инаугурации и встречи с болельщиками. Те приняли хорошо, но сдержанно. По первому взгляду я ничего не могу сказать. Тренировал Губкин, сам Курский, достаточно опытный тренер, не добивался результатов. Я думаю, все будет хорошо. Вся команда ждет, что мы начнем давать результат. Будем работать, стараться. Он был таким футболистом, что есть на кого надежда. Главный подвиг Барзыкина в Орле помнят. Еще будучи игроком авангарда, он в одной игре четырежды расстрелял ворота Орлов. Будем стараться забивать голы теперь авангарда. В новом амплуа Барзыкин рекордов и резких взлетов не обещал, но багаж доверия авансом заработал. Евгений Валентинович и опыт имеет, и команды знает нашего дивизиона. Я уверен, что зубастость нашей команде и терпение в играх он придаст. То, что с этим справится именно Барзыкин, наблюдательный совет определил не сразу. На роль главного перебрали с десяток претендентов. Были, безусловно, и серьезные имена, но я должен сказать, как финансист, в соответствии с нашим бюджетом, мы оценивали, соответственно, и ту кандидатуру, которая должна прийти к нам. Деньги тут ни при чем, солидарно кивает Барзыкин. Два месяца он находился на больных хлебах после того, как возглавляемый им Губкин приказал долго жить из-за провалов и безденежья. Долго я не думал, потому что считаю, как считаю, что тренер не должен долго находиться без команды. Я считаю, что вначале нужно делать работу, а потом зарабатывать. Соглашаясь, он все-таки поставил перед руководством клуба несколько условий. Ставить Андрея Семина, помощником, это было условие. Было условие взять одного игрока, который сейчас занимается, это Денис Сойников, который у меня играл, начиная с дубля в авангарде, потом со мной вместе же в Губкине играл. Рассчитывать на поблажки или записываться в любимчики, новый главный, команде категорически не рекомендовал. Первая речь изобиловала эпитетами. Биться за клуб, не халтурить, и самое главное, нужно строить новый ФК «Орел». Ставьте себе цель, ставьте попадать в ворота. Каждый удар должен проходить в ворота, каждый удар. Задача стоит быть в середине. Как мы это сделаем, еще не знаем, но надеюсь, что сделаем. Проверить, что меняется от перестановки тренеров, можно будет уже 28 августа. На выезде Орлов будет экзаменовать «Металлург» из Выксты. Команда тоже не слишком преуспела в первенстве. А уже в начале сентября домой мы ждем Подоля из Подмосковья. Это лидер первенства. Продолжение следует...